Владимир Романович, поздравляем Вас с победой. Сначала Ваш комментарий играет. Ну, очень доволен манерой победы. В общем-то, концентрация ребят, взаимодействие между дисциплиной, установкой выполненной. Молодцы ребята, доволен очень. Главный тренер соперников сегодня даже при, так скажем, выигрышном счете делал замены. Вы же весь матч сыграли с одним составом. Это было запланировано? В общем-то, что делает тот тренер, меня совершенно это не интересует. Была установка, и нужно было выиграть матч. Мы его выиграли. Зачем? Что-то эта команда играла. Прекрасно я не видел мотивации сделать замену. Не секрет, у Зенита тогда вот был спад. Сейчас уже, наверное, команда выходит. Как оценить физическую форму? Уже начинает набирать обороты, так скажем, перед плей-оффом? Ну, будем надеяться, что... Понятно, что это не начало сезона, но так как сейчас выглядит, надеемся, очень важно. И переживаю за этот матч, который будет через два дня. Перелет тяжелый в это. Но я думаю, что так как команда играет, как настроено, должно быть все в порядке. Состояние Егорчева, Палькова, вы немножко говорите, что у них есть проблемы с сезоном? Ну, да. Егорчева пока не удовлетворительная, будем говорить так, пока не может ничем помочь. Коля отошел. Спасибо. Илья Дьякович, да сначала Ваш комментарий игры. Почему не хватало всей институции? Ну, не получается у нас той игры, которая должна быть. Нет взаимодействия связующего игрока основного багрея с командой. Выпадает Дмитрий Ильиных, к сожалению, не играет, не тянет ни предыдущие игры, ни эти. Мы меняемся, оптимизируем состав, ставим трех игроков второго темпа. Но, к сожалению, не получается игра. Надо работать над этим, возможно, менять что-то уже в следующем сезоне. А на сегодняшний день так. Хотелось побороться, хотелось показать игру с Казани. И, в принципе, можно с Казани и нужно играть. Вот третью партию поменял двоих игроков, чтобы он начал вязаться. Но уже, к сожалению, поздно. Достать не удалось. Ну, Казань заслуженно выиграла. Ничего не могу сказать. Поэтому будем свою команду готовить. Для нас мы привыкли этим заниматься. Поэтому будем игроков готовить. Будем готовить. Готовится к плей-оффу сейчас, который состоится в чемпионате России. Руки нельзя опускать. Мы завтра летим в Италию. Команда Казани летит в Словении. Поэтому я желаю и Казани, и нам хорошей игры. Хотя нам очень сложно. Будет лучшая команда в мире. И будем бороться. Будем бороться. Еще ничего не потеряно. Сегодня со стороны, по крайней мере, показалось, что Тарас Хтей больше с арбитрами общается, чем, наверное, делом доказывает. Как это вы делаете? Ну, Тарас Хтей, он несколько не на своем месте играет. Мы его поставили в диагональную позицию. Поэтому нет взаимодействия еще. Нет взаимодействия связующим. Поэтому, возможно, низкий процент в каких-то элементах только лишь поэтому. А то, что арбитры, ну, с арбитрами такой рабочий вопрос. Лучше с ним не общаться, потому что ничего не докажут. Вы отдали Бирюкова в Сурбут. Но это хуже не станет? Я не думаю, что Бирюкову хуже не станет. Бирюков не играл. Он, в принципе, перспективный, талантливый игрок. И я думаю, что мы правильно сделали в интересах и клуба, и сборной, и самому Бирюкову. Потому что он сейчас играет, играет в составе. Здесь все-таки он стоял. Здесь он не играл. А ему как никогда нужна практика в этом возрасте. Поэтому я не думаю, что с Бирюковым или без Бирюковым ситуацию улучшили. Бирюкову надо сейчас играть одно. Играть, играть, много находиться на площадке. Поэтому по боюному согласию и Денис попросил. И мы видели, что мы в тупиковой ситуации. И мы нашли вариант такой, что Денис будет играть. Его право вернуться в клуб вновь или не вернуться. Он был городец, он коренной. Но то, что он наберется более-менее опыта, то, что мы в него вложили. Клуб его воспитал с ребенка. Он попал в национальную сборную. Но я считаю, что мы многое сделали для Дениса. Я считаю, и клуб многое сделал, и мы сделали многое. Поэтому Денису надо окрепнуть, мастерства прибавить. И кто знает, может Денис вернется в клуб и будет играть. А дай бог, чтобы он в сборную попал и принес в пользу сборной команде. В волейболу целом. Но у Белгорода может когда-то и вернуться. Я надеюсь на это. Спасибо. Первые вопросы по игре. Команда вновь начала побеждать. Выигрывает 3-0. Играет комментарий в последний матч. Первый вопрос. The biggest question is about the game today. Team started to win. What's your opinion? Говоря о последних трех играх, главной причиной победы было физическое состояние команды. Расписание сейчас позволяет играть все игры дома, находиться семьями, заниматься в тренажерном зале и просто тренироваться в спокойном ритме, без перелетов. Соответственно результат налицо. Лой пропустил матч звезд в чемпионат России. Это было его личное решение или тренер попросил, чтобы она дохнула? Вы потеряли все-таки. Это ваша личная решение или тренер сказал, что вы не хотите отдохнуть? Это была решение от тренера и доктора. Это было не его личное решение, было решение. Это было решение тренерского состава, в том числе Владимира Романовича и доктора. То есть сейчас команда вступила в очень важную стадию для себя соревновательную. То есть это плей-офф Лиги чемпионов с серьезными командами и основная часть домашних игр чемпионата России. И поэтому было принято решение, что он должен будет остаться здесь, заняться здоровьем, решить кое-какие проблемы с физическим состоянием в спортзале. Ну и плюс ко всему 12-часовой перелет в не самых лучших условиях и не самая значимая игра чемпионата, мягко сказать, оказалась. Ну, в общем, тренерский штаб принял единственное верное решение, не отправлять туда Лоя. Что Лоя думает о первом сопернике, о Бледе? Это хороший вариант для начала плей-офф. What's your idea on Bled? Do you think it's a serious team to play? I think now they're all serious. Сейчас я считаю, что все они очень серьезные. You know, every place you have to play is going to have a big public, a big sport hall, a good team. And so we have to go there prepared for a very difficult battle. Сейчас все команды играют хорошо, и ехать на выезд, зная, что там ожидает большой зал, большое количество публики, и сыграть, сконцентрироваться. То есть я думаю, что достаточно серьезные соперники. Американская федерация прислала Хима Качина. Уговорите вы вновь вернуться в сборную, или он просто приехал в гости? Американская федерация прислала Хима Качина. Барбоза, что он и сделал вчера, а сегодня у него появилась возможность посмотреть интересную игру, осталось посмотреть. Сейчас мы поедем с ним поужинаем, выпьем пиво не как тренер и восс, и игрок, а как друзья уже. Только одно. Только одно пиво. Можно два. Максимум, да. Спасибо вам.